Книга «Открытым оком», 23 том. Тема монашества. Вопрос 3533. Вы все говорите об историческом монашестве. А сильно ли отличается современное устроение монашеского бытия от первоначального, и что полезного можем взять от них? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. В самой сути основания монашества в нем заложен не евангельский посыл к людям с любовью к Христовой, а забота только о лично своем спасении человеческими усилиями, без учета Евангелия и без прямого повеления Духа Божия идти с благовестием в этот мир. Более антиевангельского вообще нет ничего на земле. И современное монашество на Валааме и Соловках, в Дивеево и в иных Лаврах остается все тем же, нелюдимым, и одурманивает людей чудесами и суевериями. Кипит грехами, и люди там не возрождаются, а ржавеют и сгнивают на корню. Дух превозношения, скотского блуда, коростолюбия и злобы, бушует и туманит мозги, приехав приезжающим туда. Когда поговоришь с паломниками после их поездки, то они как очумелые, как наглотавшиеся наркотического дыму или после глубокого похмелья. Так что Маркс и Ленин были абсолютно правы, говоря о том, что видели в тогдашней религии, то есть монашестве, которое опутало и епископат. Комсомольская правда, 16 октября, 2007 год, страницы 8 и 9. Остров, кавычки открыты. Когда повкалываешь от зари до полного изнеможения, жизнь кажется как-то проще. Вопрос о смысле бытия снимается сам собою. Скобки открыты. Идет рассказ о том, как монах влюбился в трудницу, женился, уехал из монастыря, потом от тягот семейных снова вернулся, бухнулся в ноги настоятелю, простили его. А она, переодевшись в мужское одеяние, искала его. Ее за волосы дотащили и на лодке насильно вывозили. А она в воду бросилась. Потом того монаха подальше от греха на другой остров убрали. Скобки закрыты. Поначалу я даже хотел обидеться и написать, что церковь по-прежнему отдалена от нас, от простого народа, пребывающего в духовной тьме, но тянущегося к просветлению. Однако скоро сообразил, что это не так. Иные духовники очень даже идут в народ посредством нашей газеты. Иеромонах Артемий объяснил, что монахи должны молиться, а не нянькаться с трудными. Один пришел в монастырь, ибо стали преследовать видение. Явилась светлая сущность и сказала, перетерпи, не испугайся, я тебе помогу. Отец Василий может принять, а может и в шею погнать, и посохом вдоль спины. Тут все зависит от сущности гостя, которого отец видит насквозь. Ник Варсегов. Комсомольская правда за 17 октября, страница 10-11, кавычки открыты. Какой прием ожидает нашего автора, неизвестно. Отец Василий может и посохом отходить, ибо отличается крутым нравом. Валаам в переводе с финского – высокая земля. Монахи должны жить уединенно, пояснили мне в монастырской канцелярии, а возиться с мирским населением отвлекает братьев от службы и даже приносит смуту в монашеское сердце. Монах только и делает, что молится, молится, молится с утра и до поздней ночи. Послушники доставляют ему пищу, пилят дрова. Иные затворники держат обет молчания и разговаривают только с Богом. Вчера я забрел в глухомань к одному отшельнику. Постучал в домик. Вышел человек в ветхом рубище, с жидкой бородой, но до пояса. «Благословите, отец!» Хочу вас спросить. Он так долго и насторожно разглядывал меня в упор, как, наверное, разглядывают привидения. Было понятно, что старец не видел посторонних уже много лет. Потом хрипло сказал «У меня нет благословения» и захлопнул дверь. Я уважаю чувства по-настоящему верующих, но понять их не в состоянии. Не раз слышал от бывалых зэков, что самое тяжкое в тюрьме – это одиночная камера, когда не с кем перекинуться словом. После этого встретил в лесу мужчину лет сорока с фотокамерой. Рассказал, что он случайно семь лет назад пришел к Богу и с тех пор скитается по святым землям. Отец Василий рассказывает, что когда-то он был неверующим. «Слушай и не перебивай. Лежу как-то и смотрю на икону. Говорю. И говорю, Бог, если ты есть, подай мне знак. И в тот же миг гул такой неестественный по всей комнате. Я опять «Господи, неужели это ты мне знак подаешь?» Тут икона как затрещит. И я все понял. И поведал отец Василий, что монахи – это прежде всего воины невидимого фронта, молящиеся за всех мирян. Они сдерживают и уничтожают легионы бесов, которые преследуют православных. Иные люди заходят в храм на Святом Острове и тут же начинают бесноваться в припадках, так как дьяволы, в них сидящие, очень худо себя чувствуют. И тут меня Лукавый попутал спросить. «Так по что же отец Василий страна-то так худо живет? Пьянствует, наркоманит, блудит и ворует? Выходят монахи за нас плохо молятся?» Отец Василий лишь резко сверкнул глазами, стремительно встал и ушел, не прощаясь. Лодочник сказал, что монах сегодня очень даже разговаривался. В скобках далее о жалобах паломниц на грехи монахов. Отец Василий поскорбел, что монахи напиваются, дерутся и детей имеют. От клерошанок. Иаков, 3 глава, 16 стих. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 11-12 стих. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим и Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Первая книга царств, 2 глава, 17 стих. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. На прошлом учимся, подчас скрипя зубами. Не так, не то, не выслушав, бесславил. Пусть от последствий слышащий избавит, чтоб Фредь не путается с подобными узлами. И с памяти забвением стираются дорожки, протоптанные сумершими бывшими часами. На отошедших некогда посеял и умножил, и, может, даже не расстался с вами. Из прошлого несутся ныне голоса, своей гортанью, языком озвучил. Перекроить и взвесить на своих весах слова метались в цель предельно кучно. На помощь памяти магнитофон приспел, до тонкости и вздоха высветив секунды. Как много из того сказать бы не посмел, был тамошний запас еще довольно скудный. У возраста нет льгот на извинения. Свобода выбора могла в молчании сгинуть. Подобно сквозняку мелькнуть трусливой тенью и не стряхнуть повисшую ехидну. Но в прошлом там с библейским персонажем найдули выход в нынешнем треклятие. Не опустить бы рук, хотя сто крат обгажен. Нет места чистого на теле и на платье. С прискорбием страницы шелестят, плоды от наших ли скитаний образует. Кажусь ли ловким, родом из растяб. Не обменяли, обломали коммунисты зубы. Без прошлого я стану одинок, общипанный незнанием в мелководье. А так, как есть причудно превозмог, под старость полусогнутой, кажусь в совете годен. В годах тогда с богатством окажусь, когда года с евангельской верой. Приди ко мне, позвал меня Иисус. Одежды святости облег за место скверны. 16 октября 2007 год, Игнатий Лапкин.